Великие победы рыцарей, викингов и самураев добывались на поле боя, но ковались они в мастерских. В новом спецпроекте мы расскажем о талантливых людях, нашедших в Фоона источники вдохновения. И сегодня пройдем путь от заготовки до шлифовки вместе с умельцами из кузницы Велунда. Ведь биться за честь нужно самым эффективным оружием. Продолжение следует... Много разных профессий, это и опасных, и гораздо более опасных, чем наша. Многие, как говорится, подсаживаются на металл. Найди себе работу по душе, и ты не будешь работать ни дня. Хобби, которое стало уже работой. Полуторный меч – это достаточно сбалансированное оружие. Оно не имеет явных минусов, не имеет явных плюсов. Длинный, тяжелый, но не такой тяжелый, как двуручный меч. Им воевать удобнее. Этим клинком предполагалась возможность работы одной рукой и двумя для нанесения более сильных ударов. Металл в нагретом состоянии действительно как пластилин. Проблема в том, что он в это время горячий, мы не можем мять его руками. Сегодня мы работали в диапазоне 900 градусов-1200 градусов. При перегреве выше мы можем получить негативный эффект, то есть металл начинает гореть. Горит, действительно, он горит, как любой другой материал. Все знают на Новый год бенгальские огни. Там горит металлическая стружка. Вот именно так горит металл. После того, как мы вытянули пластину, мы начали формировать кончик меча и так называемый хвостовик. Если мы будем рассматривать викингов, то топор — это надежно, топор — это хорошо. Топор легко сделать и вооружить им большое количество людей. Меч — это статусная вещь. Меч был доступен избранным, и это был высококлассный инструмент на тот момент. Цамураи чаще от удара просто уходили, так же, как и викинги. Когда воюют рыцари, у них смысл немножко в другом. Достать противника в то место, которое не защищено доспехом. В щель, в глазницу, еще куда-то. В игре меня привлекли несколько классов. Это Валькирия, потому что в реконструкции я бегаю с копьем, мне будет интересно, как это воплощено, собственно, в механике игры. И завоеватель от рыцарей, ну, потому что дробящее оружие решает. Во фракции рыцарей мне интересно поиграть за Юстициария. Тоже достаточно интересное оружие — полокс. Оно тоже способно наносить травмы, несовместимые с жизнью. Чем отличается мастер от ученика, да, мастер не совершает лишних движений. Сильные огрехи шлифовка не исправляет. Чуть-чуть поведено лезвие, вот, буквально там на десятые сотые доли миллиметра. Можно немножечко доделать. То есть, если форма выведена неправильно, если при закалке клинок повело, то никакой шлифовкой это уже не исправит. Ну, сегодня мы неплохо поупражнялись в изготовлении полуторного мяча. На наш взгляд, мяч получился неплохо. Им, по крайней мере, можно тренироваться. Не важно, что в ваших руках — боевой топор, пика, смертоносный полокс или кистень. Свой путь к победе есть у каждого оружия. И все же меч рыцаря-стража — то, с чего стоит начать знакомство с Фоона. В следующем видео мы расскажем о средневековом доспехе. Ну, а наш клинок наточен и готов к бою. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok